Здравствуйте, дорогие кулинары и любители, просто любители вкусной еды. К своему преогромному сожалению, я не смогу участвовать на празднике еды в связи с возникшими визовыми проблемами, которые не так-то просто оказалось изрешить. Но я придумала выход. Я решила послать на праздник еды видеорецепт. Очень интересного грузинского блюда, которое называется курица с ежевикой. Готовить его совсем несложно. Ингредиенты для него можно достать повсеместно. И в принципе это блюдо долгое время было забыто даже в Грузии. А сейчас, в последние годы, оно обрело новую жизнь. Оно становится все популярнее здесь. И я надеюсь, его удастся популяризировать и за пределами Грузии. Итак, сейчас я вам расскажу, что нам понадобится, чтобы приготовить это блюдо. Итак, нам понадобится всего ничего. Нам понадобится, собственно говоря, курица. Также нам понадобится свежая ежевика. Сейчас лето и грех не воспользоваться и не прикупить ее. Нам понадобится чеснок, соль, сухие специи. Конкретно молотые семена кинзи, хмели кинзи, голубой пажитник, тоже молотый. Он же уцхосунели и острый красный молотый перец. Вот. Собственно, это вот все. Ну и фактически вода, чтобы сварить курицу. И приступим к делу. Ну, итак, в первую очередь нам придется разобраться с курицей. Курица хорошо бы, если она будет вольного выпаса, такая деревенская упитанная курочка. Ну, если ее достать не удастся, ну, используйте то, что будет у вас под рукой. Также и ягоды, конечно, желательно лесные, ароматные, сладкие ягоды, но, за неимение, можно обойтись мороженими в супермаркете. Качество, наверное, пострадает не сильно. Итак, сейчас мы должны будем эту курицу выпотрошить, опалить и отправить вариться. Так, ну, курица практически готова. Все, курицу мы опалили. Теперь мы избавимся от зоба. Так, вяжем тут. Присутствует. И, в принципе, надо оставать осторожно, чтобы, не дай бог, не лопнул. Это раз. Теперь поставим потрашки тоже. Они нам в этом блюде совершенно не понадобятся. Их можно будет, пока готовится еда, просто быстро поджарить на сковородке и умять. Вот. Чувствую себя Джеком-потрошителем. Так, вот печеночка. Вот. Все. Ну, собственно, курицу мы выпотрошили. Ее осталось только сполоснуть и отправиться в варить с корень. Вы вообще на самом деле традиционно вы меряете откуда родом это блюдо. Курицу с ежевикой готовят с жареной курицей. Ну, почему-то, мне кажется, что с вареной как-то ежевичный аромат сильнее. И что-то мы вот... Хотя, собственно говоря, вы можете приготовить курицу так, как нравится вам. Жареную, пареную, вареную и так далее. Я ее буду варить. Все. Ну, в принципе, пока варится курица, у нас будет время приготовить ежевичный соус. Вообще, исторически, как бы так сказать, ежевику просто перетирали сквозь сито и потом заправляли ее на потопе омали. Вот. Но мы не будем отказываться от благ цивилизации. То есть мы немножко автоматизируем нашу работу. Тем более, если у вас будет покупная супермаркетовская ежевика, которая довольно крепкая, я рекомендую ее сначала провернуть в блендере и потом протереть в фудмиле. То есть нам нужно будет освободить ежевичное пюре от семечек. Сейчас я засыпаю нашу ежевику. Здесь, наверное, будет порядка, ну, не знаю, это будет около килограмма, наверное, ежевики. Может, меньше. Я точно не взвешивала. Но соусом кольцу не испортишь. Я это перекладываю в фудпроцессор. Мой бывалый и любимый фудпроцессор. И сейчас мы это пробьем. Это займет пару минут. Ну, судя по звукам, уже у нас все готово. Теперь мы соберем фудмилу. Вот я вечно забываю, который же из решеток будет подходит для ежевики. Ну, начнем с самой мелкой. Если вдруг окажется, что она слишком мелкая, мы ее сменим и поставим крупнее. То есть наша задача сейчас избавиться от косточек, потому что эти косточки очень придают грубый вкус. И они вроде бы в ягодах такие мелкие. А в соусе они оказываются очень грубыми, крупными и совершенно не симпатичными. Так-с. Мы попробуем приладить нашу мельничку. Так, поехали. Так-с, вот наше. Сделаем. Вот наше фюре. В принципе, оно довольно гладкое, но все равно его надо будет выпускать. Потому что, значит, так-с. А столько, поскольку мы сейчас будем испытывать размер сетки, я не буду переливать сюда все. На самом деле, такая мельничка. Она очень удобная вещь. В ней можно готовить томатные соусы, там любые фруктовые соусы. Она очень хорошо отделяет мякоть от... Вот. Видно там такое получается густое пюре. Так, ну, мы, по-моему, угадали с размером сетки. Я сейчас это все перевезу сюда. Вот. И мы вернемся, когда у меня это все будет перемолото. Так, ну, мы, в принципе, пропустили практически до конца эту нашу ежевику. У нас получилось довольно-таки густое ежевичное пюре. Вот. А весь жмых, то есть все эти косточки, они вот остались в фудмиле. Вот. Их придется выкинуть. А вот эту вот ежевичную массу. Вот видите, такое густое-густое пюре получилось. Мы его будем заправлять. Так, ну, вот наше пюре. Сейчас, я думаю, его хорошо видно. И мы его заправим. То есть, как же вообще заправлять эту ежевику? Рецептом со мной поделилась, как это ни странно. Торговка ежевика на базаре. Правда, она наставила на то, чтобы сверхсобранную ежевику не мыть ни в коем случае. Потому что попавшая вода, она способствует очень быстрой порче соуса. Но постольку, поскольку мы не собираемся очень долго разъедать эту курицу, а ежевика была куплена на рынке вечером. Я все-таки ее помыла. Но теперь нам надо будет готовое блюдо уже очень быстро слопать. Вот. А объяснения этой торговки были такие. Протираешь ежевику сквозь седу, заправляешь как в трамале. Способов заправки в трамале существует превеликое множество. Вот. Но как-то я остановилась на способе. Когда я заправляю ежевику толченым чесноком и сухими специями. Сейчас я возьму эту старообрядную ступку. И истолку. Но я, пожалуй, истолку тут... Вот у меня, в принципе, чеснок чистить не буду. Мне тут ассистенты помогли почистили чеснок. Вот. Я возьму, наверное, три средних зубчика. И истолку их с такой доброй щепоткой соли до... До состояния кашицы. Потому что нам нужен гладкий соус. Нам всякие фракции, грубые. Здесь совершенно не в тему. Ну, что же, начнем. Дело это довольно-таки долго. Итак. Камень, кстати, был подобран где-то на пляже. Потом тщательно выварен. И вот с тех пор он нам... Я не знаю, уже, наверное, несколько десятков лет. Он нам служит верой и правдой. Ну, поехали. Этот столик, пожалуй, не выдержит. Но ничего, будем делать это на весу. Все это займет какое-то время. Так что встретимся по окончании процесса. Так. Ну, мы истолкли тут чеснок. До кашицеобразного такого состояния. Конечно, лучше привлекать мужскую силу. Они справляются с этим чесноком быстрее. Ну, в принципе, у меня тоже получилось нормально. Какая проблема с этим ежевичным соусом? Если переборщить специи, чеснока, и кто кладет пряные травы, и пряных трав тоже, они могут напрочь забить вкус ежевики. Так что ты уже и не поймешь. Это красный ткамаль, это ежевика, это что еще. Так что поэтому со всякими вот таким пахучими добавками надо быть аккуратными. Ну, вот я даже думаю, что мы не будем все выкладывать. То есть я добавила сейчас сюда толченый чеснок. И я добавлю вот эти вот специи. В принципе, я буду пробовать. Ну, то есть они ориентировочно тут их по полной чайной ложке каждой. Но, может быть, даже этой будет и многовато на данное количество соуса. Но мы посмотрим. Так, вот начнем мы с кинзы. Пуцхо-сунели, оно придает такой ореховый запах. Оно очень такая приятная специя. И чили, ну, совершенно, чем слаще ежевика, тем на мой вкус нужно класть больше перца. Острого красного перца. Он как-то очень хорошо смотрится. То есть, ну, вот перец я высыплю весь. А вот эти крошечки, которые у меня остались тут на тарелке, может быть, я добавлю, может быть, нет. Сейчас мы это все как следует перемешаем. Так, ну, курица вольного выпаса, конечно, 40 минут сможет и не хватить. А, ну, обычная фермерская курица, молоденькая, она за 45 минут, даже такая большая, будет готова. Вот, в принципе, у меня соус готов. Давай сейчас я его попробую по рецепту моей бабушки. То есть, я вылезу чуть-чуть на руку, посмотрим. В принципе, можно выложить остатки этого чеснока. Пока что ежевика это позволяет. И мы пойдем навещать нашу курицу. Которая, я думаю, уже приготовилась в то время, пока мы все догадываем. Все это протирали, перетирали, толкли. Наша курица сварилась более чем. Мы сейчас ее посолим. И оставим остывать, чтобы потом соединить ее с нашим великолепным ежевичным соусом. Ну что, наша курочка не только сварилась, она успела остыть. Нам осталось ее нарезать на порционные куски, вернее, разрезать ее с суставов. Вот она замечательно сварилась. И сейчас мы будем складывать наши кусочки в глубокую посуду. Ну, мы курицу почти нарезали. Она получилась очень сочной, очень вкусной. Сейчас мы дорежем. Дорежем наше мясо. И ему надо будет полить соусом. Так, вот так. Раз. И два. Сочное белое мясо. Правда, ее не переварить. Когда она переваривается, это все становится как солома, совершенно невкусной. Так, вот наша, вот наша курочка. Вот. Теперь мы возьмем соус. И польем им курицу. Вот, я вообще считаю, что этому блюду очень подходит кобальтовая посуда. Это совершенно не аутентично. Вот это очень эстетично. Мы щедро полили курицу соусом. И, в принципе, ее можно есть немедленно, а можно дать настояться немножко. Можно даже подержать ее, скажем, ночь в холодильнике. Она от этого стоит только лучше. Только если она полежит в холодильнике ночь, учтите, что куриное мясо приобретет такой нежно-голубой цвет. Так что не пугайтесь. Но стоит от этого только вкуснее. Так вот мы распределим. Ну, вот, собственно, и все. Вот как это выглядит в готовом виде. Это курица с ежевикой. По имелитенским рецептам с вами была Наталья Санадзе, блогер из Твилиси. Приятного аппетита!